МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Русул. Здравствуйте. В Наринмаре представили дизайн проекта строящегося молодежного центра с прилегающей территорией и обновленного фасада детского технопарка Кванториум. Из Краснодарского края в заполярную глубинку престижно работать сегодня в телевисочном престиже молодым талантам. Кто и как поднимает культуру на селе? Собака бывает кусачей. Почему на улицах Наринмара появляются бездомные чипированные собаки? И что делать, если вы подверглись нападению со стороны бродяжек? Об этом и другом расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации об эпидобстановке в регионе. За прошедшие сутки диагноз COVID-19. Поставлен еще шести жителям Ненинского округа. Выздоровели 9 человек. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находится 13 пациентов. С коронавирусной инфекцией еще 55 жителей лечатся на дому. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 531 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3544 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3394 человека. Умерли 88. Напомним, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности. Работают посты и педконтроля в аэропорту Нарьенмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Ниси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача по Ненинскому округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Зимник Нарьенмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта до 7 утра 15 января. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает МЧС России по Ненинскому автономному округу. Уточнить информацию о состоянии содержания зимника Нарьенмар-Усинск можно по телефону компании «Техносфера» 8-960-30-59-54. По вопросам содержания зимника Нарьенмар-Тельвиска можно звонить по телефону, который вы видите на экранах. Здесь будет город-сад. Губернатору Ненинского округа Юрию Бездудному представили дизайн проекта строящегося молодежного центра с прилегающей территории и обновленного фасада детского технопарка «Кванториум». По задумке проектировщиков, оба объекта должны гармонично вписаться в общий ансамбль Нарьенмара и дополнить его. Подробности далее. И на стене взяла карту. Студентка 4-го курса социально-гуманитарного колледжа Юлия Власова представляет свой дизайн проект молодежного центра. Девушка не просто приняла участие в конкурсе на лучшую проектировку, а победила. Отделку кабинетов, внешний вид коридоров и актового зала жюри оценила высшим баллом. Перед тем, как начать работу, я в том числе проконсультировалась с директором молодежного центра, посмотрела здание, сделали замеры помещений для того, чтобы можно было сделать 3D-проекцию. Создавать дизайн было не так сложно, как оказалось, потому что у молодежного центра уже были какие-то представления относительно кабинетов, где-то были использованы брендбуки. Юлия уже создавала проекты, бренды и логотипы. Но исполнение дизайн проекта молодежного центра – это первая крупная работа. Девушка старалась учесть все пожелания сотрудников центра, чтобы работать в помещении было максимально комфортно. Впрочем, внешний вид здания тоже обещает быть очень органичным. Самый спортзал, который сейчас стоит, мы его просто приводим в интересный современный вид. Делаем полный апгрейд. Да, полный апгрейд, используя стиль грильято. Кроме того, проектом предусматривается благоустройство, прилегающее к молодежному центру территории. По задумке проектировщиков, здесь должны появиться зоны отдыха, сцена, площадка для проведения уличных ярмарок, статуя белого медведя и многое другое. По мнению губернатора, главное, на что стоит обратить внимание, чтобы композиция гармонично вписывалась в ансамбль уже существующих объектов. В этом году здесь должна появиться стенопамятник. А он может быть поднят в купол. Его все равно будет в любом случае видно издалека. То есть у него подиум буквально стоит поднять там на 1 метр. То есть мы рассматриваем это все в комплексе. Мы понимаем, что обязательно должно гармонировать. То есть вот это пространство в любом случае, оно будет связано с памятником. Еще одной темой для обсуждения стала предстоящая реконструкция фасада детского технопарка «Кванториум». В разработке проекта участие принимали педагоги учреждения. Получилось несколько вариантов, и мнения разделились. Мы предлагаем сделать ремонт здания, то есть его привести в порядок, привести много со временем. И, собственно, здесь... Делать его еще и внешне привлекательным. Внешне, чтобы ребята, пробегая, проезжая на велосипеде, видели здание и хотелось сюда обязательно зайти. Резюмируя все представленные презентации проектов, губернатор округа Юрий Бездудный отметил, что при их реализации все-таки необходимо учитывать мнение жителей региона. Я считаю, что это предложение, это ваше предложение. Обязательно нужно все это обсудить. Ровно так же, как и если мы будем делать «Кванториум» более современный апгрейд, это надо обсуждать с ребятами. А все, что касается такой важной зоны, которая находится в центре города, это все обсуждается жить. Понимаете, да? Идеи хорошие, идеи замечательные. Таким образом, работа по проектировке молодежного центра и фасада здания «Кванториума» будет продолжена, чтобы учесть все пожелания сторон и жителей города. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Праздник на льду. В канун Старого Нового Года в Нарьинмаре прошел традиционный бал «Маскарад». На коньке встали и старый млад. Из-за погодных условий местом проведения праздника выбрали «Ледовый дворец-труд». Далее все подробности. Коньками звучно режут лед и взрослые, и дети. На бал «Маскарад» пришли с семьями, компаниями, друзей и даже целыми коллективами. Стараюсь сюда посещать, потому что это, я считаю, один из поводов выйти на лед. В детстве всегда занимались коньками, хоккеем поселковым. Поэтому сейчас к конькам до сих пор трепетное отношение. Я считаю, что для человека и для нас очень важно это хорошее настроение. И мы должны этим делиться. Поэтому чем больше мы поделимся, тем больше обратно получим. Пропуск на лед – маскарадный костюм. Либо какая-то новогодняя атрибутика. Светлана Вукуева выбрала для балла свой национальный наряд – ненецкую паницу. Это костюм Канинской тундры. Я родом из Неси. Моя семья жила в тундре. И эту паницу мне сшила мама подарком. Зайцы, королевы и феи, единороги или вот, например, совсем малышка Анастасия Шупаренко в костюме снегурочки. Девочка достаточно уверенно держится на коньках. На коньки встал и глава региона. Юрий Бездудный поздравил горожан со Старым Новым Годом, а после присоединился к празднику на льду. Мне очень нравится, особенно детский. Здесь совершенно потрясающая маленькая снегурочка. Мы же дарить на жюри не будем, поэтому оно объективно выберет действительно лучший костюм. К слову, организаторы праздника – Дворец культуры Арктика – подготовили для гостей концертную программу. Выступили и участники проекта «Добрые песни», а главное – об итогам балла маскарада. Лучшим костюмом признали скамороху и снегурочку. Второе место у малышки в костюме королевы, а третье – у Маргариты Сигай, с которой нам удалось пообщаться во время бала. Алёнушка – это сказочный персонаж. Ты сама этот костюм выбрала или тебе помогали родители? Мне помогали родители. А сердечки на щёчках сама рисовала? Мама. Как тебе здесь? Нравится на катке? Да. Что тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится то, что тут танцуют и поют. Молодые и талантливые. Телевисочный дом культуры известен далеко за его пределами. Творческий коллектив, сохраняя народные традиции, всегда готов к новым направлениям. Здесь рады молодым талантам. О них расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Это лисичка. Она очень хитрая. Знакомьтесь, это Анна. Девушка – молодой специалист Дома культуры «Престиж» в селе Тельвиска. Год назад она кардинально сменила свою жизнь. Переехала из Краснодарского края в заполярную глубинку. Увидела в центре занятости, решила просмотреть другие города, увидела Тельвиску. Название очень понравилось. Созвонилась с директором учреждения, как-то сразу нашли общий язык и договорились о том, что приеду. Буквально уже через месяц я уже была тут. Тельвиска девушки полюбилась своими необъятными просторами. Даже метель помогает Анне в творчестве, вдохновляя на стихотворение. Закончив Ростовский колледж культуры по специальности «Социально-культурная деятельность», девушка уже приняла решение связать свою жизнь с творчеством. Так случилось, что с самого детства пришлось столкнуться именно с профессией. Сначала культ работника, сначала я занималась много лет вокалом, около 10 лет. А потом так случилось, что вот судьба подарила мне такой чудесный подарок. И северным ветром занесло в Тельвиску. Тельвисочный дом культуры – кладезь молодых талантов. Девушка, исполняющая народную песню Анастасия. Именно с этой композицией в конце прошлого года она выиграла конкурс среди работников Ненецкого округа и Приморского муниципального района. Пение для девушки не просто хобби. Это еще и любимая работа. Я, получается, вот закончила в Архангельске по народной культуре, потом поступила в Казанский университет культуры тоже на должность руководителя этнокультурным центром. И вот как бы здесь приобщилась тоже к народному мастерству еще больше. И я поняла, что, наверное, самое лучшее это есть – это заниматься народной культурой. Анастасия родилась в Ненецком округе, но в Тельвиску переехала три года назад. Признается, что приняли ее как родную, с теплотой. Всему научили, показали и рассказали. Истоки был изначально коллектив уже фольклорный, я начала работать с ним. Был вокальный коллектив, просто вокальный эстрадный коллектив «Калейдоскоп». И в 2020 году, когда мы стали партнерами Пустозерского музея, стали участвовать в проекте «Культурный код Пустозерска», мы создали общий коллектив молодежный, фольклорный «Чойнабат». Но в коллективе престижа не только девушки. Многих ребят Галина Александровна знает еще с детства. И вот, придя еще маленькими детьми в фольклорные кружки, некоторые остаются и продолжают свою творческую деятельность уже как специалисты. Старшая группа образцового ансамбля «Лошкарей-Ладушки». Даниил, несмотря на свой юный возраст, уже руководитель клубного образования. Стал заниматься ложками в 2014 году, причем совершенно случайно. Но уже будучи ребенком, смотря телевизор, постоянно отбивал ритм. «Просто пришел к парням на репетицию посмотреть. Они тогда разрабатывали номер на столах без ложек. Я смотрел на них и повторял за ними движения просто. Один заметил, сказал, что смотрите, у меня тоже получается с первого раза. Давайте его на этот номер возьмем. Взяли меня на один номер, потом на ложках решил поиграть. Раз-раз-раз-раз и все. Уже руководитель». Ложки хорошо развивают мелкую моторику рук и чувство ритма. Но инструменты имеют свойство ломаться. Поэтому во время нашего интервью Даниил чинил эти старинные фольклорные ударные. Сам подбирает клей, смотрит, какой лучше. Иногда в помощь ему приходят его друзья, участники коллектива. А ложек у ребят достаточно много. Некоторые для выступлений, а некоторые для репетиций. Потому что состояние инструмента решает всё. «У нас есть целые ложки. Сейчас только что отремонтировали. Вот они звучат. Один звук. Берем ломаную. Всё. Она уже не подлежит репетиции, особенно концерту. Вот мы их, получается, берем и ремонтируем». Все коллективы живут насыщенной жизнью. Свободного времени не так много. Репетиции, концерты. Ложкари планируют дать около семи концертов только в январе. А Дом культуры продолжает расти и развиваться. Потому что успешно привлекает молодёжь. «Здорово, что они у нас есть. И молодёжь действительно креативная. Вышло это, наверное, само собой. Мы не скажем, что специально подбирали кадровый персонал именно по возрастной категории. Но так получилось. И это радует, потому что молодёжь всегда даёт новые идеи, новый формат работы». Насчёт новых идей. Всеми известный молодёжный творческий форум «Тельвиско-арт» в этом году может видоизмениться. Его финальной точкой станет фестиваль «Под открытым небом». Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Проблемы безнадзорных животных тревожат многих наших телезрителей. Регулярно в наших выпусках мы обращаемся к этой теме. На этот раз поводом для материала стало обращение жительницы посёлка Искателей. Моя коллега Наталья Дуркина постаралась разобраться в проблеме и ответить на вопросы. Кто виноват и что делать? Смотрите далее. Екатерина Литовка, как и обычно, утром отводила сына в садик. Уже на территории детского сада на девушку напала собака. Екатерина успела только передать малыша воспитательнице. «Мне пришлось позвать на помощь охранника, который отогнал эту собаку и вывел её за территорию. После чего я обратилась в службу по отлову собак с просьбой забрать эту собаку с улицы и, возможно, я не знаю, как это происходит, но провести освидетельствование её на агрессивность. Мне пояснили, что таких собак по федеральному закону 498-му сейчас не имеют права отстреливать, либо усыплять. Их имеют право только стерилизовать, привить, чипировать и дальше обратно выпустить на место их обитания». Эта собака уже находилась в приюте. Были проведены все необходимые процедуры, куда входила и чипизация. Именно по бирке на ушки Екатерина поняла, откуда животные. К слову, это был не единичный случай нападения данной собаки. «Они в курсе данной собаки, что это было не первое обращение по конкретному животному. И они пообещали мне, что как только они её отловят, эта собака уже будет у них на контроле и выпускать её на улицу они больше не будут». Отлов животных без владельца происходит по заявкам жителей. На предполагаемое место нахождения собаки или кошки выезжают специально обученные сотрудники, которые изымают животное и отправляют в приют. Там после поиска владельцев и 10-дневного карантина, если питомца не забрали, его вакцинируют, кастрируют и чипируют. Затем держат два месяца в приюте. Если животное не проявляет агрессию, его выпускают. «Конечно, мы стараемся бездомных животных оставлять в приюте на постоянное содержание. Но, к сожалению, так как приют имеет ограниченное количество мест, то некоторые животные, конечно же, выпускаются. Тем более, так нам говорит федеральное законодательство». Однако, когда появится новый приют на большее количество мест и в более доступном месте, увы, неизвестно. Сейчас приют находится в районе городской свалки. К слову, большое количество безнадзорных собак – это прежде всего вина безответственных людей, которые берут питомцев на попечение, а когда они им надоедают, попросту выбрасывают на улицу. «Моё обращение звучит не как просьба контролировать данных животных, а это призыв к нашим контролирующим органам, к нашим властям с целью инициировать внесение изменений в данный закон. Возможно, что разработать какую-то систему по регистрации хозяев домашних животных либо получать разрешение на заведение домашних животных, что впоследствии облегчит контроль за этими животными и повысит ответственность людей за своими питомцами». Многие хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул. Не каждая домашняя собака нападает на человека, но по статистике именно они причиняют вред здоровью людей, оставляя после своих укусов тяжелые увечья. «Потому что это тоже является проблемой для наших жителей. Эти же животные, они точно так же могут представлять угрозу для детей, для лиц пожилого возраста, ну и в том числе и для меня, как молодой женщины, тоже это угроза. Потому что самостоятельно от большой собаки я не отобьюсь». В настоящее время штрафы за самовыгул животных не предусмотрены. Они были отменены. В свое время самый высокий штраф достигал всего каких-то 500 рублей. Поэтому был подготовлен измененный проект с повышением уровня штрафных санкций. «На сегодняшний день мы ждем данные изменения, и данный проект уже размахивается в Государственной Думе. Проект внесения изменений в Кодекс обназначенных правонарушения, где будут установлены штрафы за нарушение правил содержания животных, а также и за ветеринарные правила». Это все правовые вопросы. Но что же делать, если на вас напала собака? Самое главное, по словам кинолога, это дать в зубы что-то погрызть. Это может быть рюкзак, сумка, перчатка и так далее. «Вы в зубы даете, когда держите натяжку, старайтесь никогда не показывать собаке спину. Никогда, ни в каком случае, ни бок, ни спину. Они стараются со спины всегда напасть. Защищайте шею, лицо. Допустим, как говорят бойцовые собаки, более серьезные собаки, они стараются сразу, они шею, руки, шею. Бездомные животные, они, конечно, цепляются втихаря, они где-то из-под тишка стараются, хватанут за ногу, они хватанут и убегают». Как понять, где тонкая грань между игрой и агрессией? На этот вопрос сложно ответить даже кинологам. Если безнадзорная собака раньше не была домашней, то агрессии по отношению к человеку она будет испытывать реже, чем домашняя. «Они на самом деле не проявляют реже никак. Они же с человеком особо-то не знакомы. Они не побегут на человека просто-просто. Так собака агрессию никогда не проявит. Либо это ее территория, либо она защищает щенков приплодцах, либо еду. В общем, защищает территорию в первую очередь». Но нередко люди сами провоцируют агрессию собак, будь то дети или взрослые. По словам специалистов, к которым обращаются все те же жители региона, приехав на место, они видят забитых собак, у которых травмированы лапы или вырваны ушки. Агрессоры нарочно вырывают бирку у чипированных питомцев, бьют их палками и кидаются первыми попавшими под руку предметами. Именно поэтому важно с детского возраста объяснять, что животные не игрушки, и относиться к ним нужно бережно и с уважением. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на севере.